Витебск Привет, студия! На связи Роман и Эдуард из культурной столицы Белоруссии, города Витебска. Витебск был основан в 974 году. Это очень древний город. Чтобы вы понимали, насколько он древний, мы до сих пор пользуемся шнуровыми микрофонами. Ну что, пойдем знакомиться с нашим городом? Экономическая ситуация не позволяет большинству белорусов выезжать на отдых в Египет. Поэтому местные власти построили пирамиду прямо в центре города. Сфинкс, конечно, так себе. Зато пирамида пользуется огромной популярностью. А если не видно разницы, зачем платить больше? Таков теперь девиз коренных витебчан. Или витеблян. Так как же все-таки правильно? Витебчане или витебляне? Давайте спросим у самих горожан. Скажите, пожалуйста, как правильно говорить? Витебчане или витебляне? Витебляне. Витебчане. Витебляне. Витебчане. Витебляне. Спасибо. Как видите, правильность произношения полностью зависит от настроения человека. Если настроение хорошее, то витебчане. А если плохое, то витебляне. Несмотря на то, что население Витебска не превышает 400 тысяч человек, у нас есть свое метро. Причем оно абсолютно бесплатное и очень быстрое. И сейчас я вам это докажу. Мы находимся в северной части города. И вот мы уже в южной части. А прошло всего лишь 10 секунд. Видите? Быстро, бесплатно и для здоровья полезно. Вот такое метро. А это одна из самых крупных площадей Европы. Площадь Победы. Недавно она была реконструирована. До этого она выглядела вот так. А теперь она выглядит вот так. Посмотрите, какая красота. Ни тебе деревца, ни скамеечки. Глаз радуется. Именно здесь берет свое начало новое веяние городской архитектуры. Такое как максимальный плиточный минимализм. Витебск может похвастаться современными художниками. Далеко за пределами Беларуси известны работы витебских граффитчиков. Например, Сальвадор Дали, Мерлин Монро, Стив Джобс, Снупдог, Снупдог 19 века. И вот мы в самом центре нашего города, в летнем амфитеатре. Именно здесь проходит фестиваль искусств «Славянский базар». Приезжают тысячи людей, самые известнейшие артисты. Но не все всегда у фестиваля было так гладко. В 2006 году его хотели закрыть. Однако наш президент Александр Григорьевич Лукашенко своим указом взял фестиваль под опеку. И в тот же день у «Славянского базара» появилась серьезная крыша. Как вы понимаете, с такой крышей фестивалю не страшны ни снег, ни зной, ни Путин, ни любые другие природные катаклизмы. Вот такая она, северная столица Беларуси. Приезжайте, не пожалеете. Не пожалеете, я сказал. Не надо нас, белорусов, постоянно жалеть. Все у нас добро. В общем, приезжайте. На связи были ваши коренные витебчане Роман и Эдуард. Всем всего до побожения!